Уда, Большой Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть! Приехали мы к вам с одной простой целью узнать, чем живет самый большой северный буддийский храм в мире спустя сто лет. Понятно, что для буддийской веры сто лет это даже не секунда, это мгновение. Но для Петербурга, согласитесь, сто лет это эпоха. И вот мы хотим поговорить об этой эпохе. Ой, тут нам мешает машина. Давайте отойдем. Ну у вас, Будда, Большой Вячеславович, просто как настройки вообще. Я был здесь в 90-х годах. Здесь же было какое-то запустение, какие-то сектанты чего-то здесь хотели забрать. Типа рейдерского захвата был. Зачем им нужен был храм, я не понимаю. Но справедливость восторжествовала. Буддийский храм называется Датсан Гунзэ Чуйной. Чуйной. Источник святого учения Будды, сострадающий ко всем живым существам. Так переводится. Будда, Большой Вячеславович, а почему у реки был построен храм? Дело в том, что очень хорошо, когда вода есть. Будда, как бы, переходит через другой берег, на другой берег. Это образное представление о том, что человек поменял свой образ мыслей. И перешел на другой берег. И стал другим, да. Меня заинтересовали вот эти львы. Это львица. Вот она держит символ материнства. Жизнь состоит из мужского и женского начала. Мальчик вон там. Мальчик вон там. Вот эти два символа обязательно есть. Это единство двух противоположностей. Так можно объяснить. Люди приходят, женское начало, если хотят детей. А мужчины? А мужчины там, да. Бизнес? Бизнес. Карьера. Карьера и все такое прочее. А вот здесь вот, смотрите, вот этот гранитный шарик. Шарик, да. Его специально надо крутить. Вот так, по часовой стрелке. И что это дает? Достижение материнства, семьи. Исполнение своего желания. Вот если вот так вот вертеть. Так, значит, на семью, на детей я покрутил. Пойдемте, я на бизнес или карьеру покручу. А он здесь меньше немножко. Много крутит, наверное. И стерся уже. И стерся, да. На каждом шагу какие-то чудеса, какие-то невероятные открытия. Вот это четыре колонны, четыре благородные истины, говорится. Так, четыре колонны. Истина страдания, истина причины страдания, истина прекращения страдания, истина пути. Я хотел узнать, вот что это за дом? Ну, в этом доме он был построен раньше храма. Жизнь для монаха была, да. Вот мы читаем, лама репрессирован, расстрелян, расстрелян. В памяти репрессированных буддистов, обитателей этого дома. Да, да. Но это было такое время. Рано или поздно все должны уйти. Вот. И все зависит от того, насколько мы сделаем в этой жизни добрых дел. Надо в этой жизни успеть сделать как можно больше добрых дел. И быть счастливым, в первую очередь. А, сначала быть счастливым. От этого быть счастливым. От этого быть счастливым. Мы сейчас в главном зале, молельном нашем. Угу. Датсаны. Много людей ходят? Сейчас я могу сказать, что на обычную службу по выходным, субботу, воскресенье, здесь не хватает места даже. Да вы что? Люди ощущают пользу. Когда человек не может разобраться в собственной жизни, здесь можно найти путь. А вот это, что за витражи вот эти вот? А это витражи Рериха вот эти. Вот это витражи Рериха? Да, вот это витражи Рериха Николая. Есть ли какие-нибудь правила, которые я обязательно должен соблюдать, когда прихожу вот к вам в храм? Ну, голым нельзя, точно. В шортах, да, понятно. В шортах там еще. Вот, но тем не менее, очень демократично. У буддиста, значит, он должен развить три качества своего ума. Первый, это быть счастливым. Второй, это у него должен быть ясный ум. Трезвый, ясный ум. И третий, это он должен развивать любовь и сострадание. В его сознании нет культа врага, то он сразу становится счастливым, он успокаивается. Ну, а как же без врагов-то? Кругом одни враги. У меня есть враг, я должен, я могу на него разозлиться. Тогда я ударить, поругаться, все остальное. А есть другой подход. Когда ты спокойно относишься, говоришь, я тебя люблю. Это же мы же не злимся на своего ребенка, когда он капризничает, еще что-то. Мы же видим, что он не понимает, что творится. Поэтому, естественно, мы... То есть отношение к врагу, как почти к своему ребенку, который капризничает, и кто доставляет какие-то хлопоты. Да, 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 хлопоты, неудобства, но... Ну, это ребенок. Ребенок, поэтому... Генеально. Гатте, гатте пара, гатте пара сам, гатте боли слага. Под портиком есть круглые окна. В дни зимнего солнцестояния, когда ясная погода, солнце именно бьет на буду через окна, как прожеки. Через окна попадает сюда. И падает на него свет? Падает прямо на буду, да. Бывает один раз в году. Один раз только в году? В году. В день зимнего солнцестояния? Здесь становится очень светло, без подсветки. Три прожектора солнечных, и золотой будус начинает так весь сверкать. Сиять, да. Блеск золотого будуса. Гатте, гатте пара, гатте пара, гатте пара сам, гатте боли слага. Вот тут эти окна как раз. А, вот они. Вот они круглые. Вот через этот разрез он попадает сюда. Солнечный луч идет вот так. И вот там вот эти три луча сходятся на лице Будды. Один раз в году, в день зимнего солнцестояния. Слушайте, невероятно. Действительно, это же так построить надо. Так рассчитать все. Так, вот это вот и есть те самые витражи Николая Рериха. Что обозначает этот рисунок? Здесь их 8 благих символов. Рыба – это символ бесконечности движения. Это 5 органов чувств. 5 чувств. Вот это лютня. Лютня – это слух. Это зеркало зрения. Вот это шелк. Это вот как у... Осязание. 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 Осязание, да. Ага. Слух, зрение, осязание. Вкус. Вкус. Это вот стяг Жалсан. Это как бы буддийский флаг. Это буддийский флаг. Да. Так. Это что у вас здесь? А это вот как раз вот Жалсан, который я говорил, стяг. Внутри стяка вот такие вот мечи, так называемые. Символизируют меч, рассекающий тьму неведения. Тьму неведения? Да. Действительно, наша мысль подобна молнии. Когда человек говорит, о, Эбрика, я понял. Да. Вот это и есть. Вот это и есть, да. А это что за дверь? Куда она ведет? А это ламы прием делают. Давайте зайдем, интересно. Вот так вот. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мы вот буквально на минутку вас встретим. Я знаю вашу программу. Знаете, спасибо. Пульс, спасибо большое. А там наверху у вас рабочий кабинет. Ну, грубо говоря, да? Да, рабочий кабинет. Потому что монахи здесь и живут. А, здесь и живут монахи? Здесь и живут. Здесь и живут монахи? Да, да, да. То есть у вас и храмы, и монастырь, все вместе. Много ходит к вам людей? Много, да? Ну, да. Много, да? Вот так. Так, а это мы уже на пятом этаже, да? Это пятый этаж. Здесь это монах в затворе сидит обычно. Монах в затворе? Затвор. То есть когда он медитирует? Медитирует, да. Полное уединение? Полное уединение. Вот это, да. Там она темная комната. Правила затвора, что он не должен видеть людей и общаться с ними. А сколько он там находится? Поэтому его можно, иду, приносить сюда, дверь закрывается. Сколько он так может находиться? Ну, сколько задумал. Невероятно. А туда нельзя заглянуть? Нежелательно. Ну, почему нельзя? Просто забираться надо. Может быть, я подзареду, посмотрю. Почувствую себя немножко монахом буддийским. Тяжело открывается. Дверь. Ух ты! Вот она, эта потайная комната индийских монахов. Вот здесь они и входят в это состояние очищения. Не, я бы не смог. Невероятно. Слушайте, ну вот я. Я много где бывал за время своей журналистской практики, но это, конечно же, такое ощущение, будто здесь все, где там на Тибете ты сидишь, в затворниках. Невероятное чувство. А это, на самом деле, ты здесь, в Петербурге. Правда, испадка? Ах! Правда, испадка. Ну, а это детали. Здравствуй, мир! Здравствуй, свет! Вот сейчас, в нынешних непростых условиях, кризис, война. Вот как мне выжить в этом мире? Все, что происходит в мире, создано деяниями этих людей. Потому что, чтобы эти деяния прекратились, надо, ну, по крайней мере, создать такое духовное пространство любви и сострадания. Будда говорил так, что если уже все случилось, уже случилось, уже случилось, то смысла нет переживать, потому что А оно случилось? Уже обратно не вернешь прошлое. А если еще ничего не случилось, то тем более нечего переживать, потому что мы можем все исправить. То есть, то, что случилось, то оно уже случилось. Нечем по этому поводу переживать. А то, что случится впереди, это в наших силах, в наших руках. В наших силах мы можем исправиться. Главное любить, главное быть на случай. Да, да, да. Спасибо вам большое за интереснейшее, увлекательное интервью. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»